Приветствую вас на канале Аквалекс Плюс, с вами Дмитрий Кончиков. Создание автономной системы водоснабжения путем бурения и обустройства скважины будет неполным, без обеспечения защиты от промерзания водоподающей трубы. Эффективных вариантов здесь два, это установка кессона или скважинного адаптера. Каковы же особенности каждого способа защиты и какой вариант и при каких условиях будет лучшим? Давайте разбираться. Кессон представляет собой защитную конструкцию, устанавливаемую на устье скважины. Вверху кессона имеется люк для доступа к оборудованию, которое размещается внутри кессона. Материал изготовления кессона может быть разнообразен, им может быть металл, пластик, бетон или даже кирпич. Для кессона обязательно герметичность, поскольку скважину необходимо защищать от просачивания воды с поверхности после, например, дождевых осадков или снеготаяния. Другим негативным фактором, требующим защиты, являются морозные зимы. На водоносный горизонт низкие температуры не влияют, поскольку он залегает глубже уровень промерзания грунта. Но для вывода скважины заморозки опасны, поскольку вызывают обледенение водопроводных труб и насосного оборудования. Полностью погруженный в землю кессон своей нижней частью выводится ниже границы промерзания грунтовых слоев. Металл является хорошим проводником тепла, поэтому минимальная высота стального кессона составляет 2 метра. Для антикоррозийной защиты корпус кессона прокрашивается внутри и снаружи специальной краской, а его внешние стенки можно дополнительно защитить гидроизоляцией. В верхней части кессона имеется крышка, которая дополнительно помогает сохранить тепло внутри. Основной недостаток кессона заключается в его подверженности коррозии. Теперь перейдем к пластиковому кессону. Корпус кессона выполняется из полипропилена. Толщина стенок от 6 миллиметров в зависимости от диаметра кессона. Конструкция значительно легче стального кессона. Пластик не подвержен коррозии, поэтому прослужит кессон полный срок службы самой скважины. Кессон из полипропилена не нуждается в утеплении, поскольку теплопроводность у полипропилена очень мала. Они полностью герметичны и не нуждаются в гидроизоляции. Основной недостаток пластикового кессона — его стенки. Они более хрупкие, чем у стального кессона. И при интенсивных подвижках грунта, например, при морозном пучении, корпус пластикового кессона может деформироваться. Перейдем к рассмотрению варианта с адаптером. У нас вот здесь есть как раз наглядный пример. Вот этот тот самый скважинный адаптер. Это разъемное приспособление, позволяющее вывести водоподъемную трубу от погружного насоса насквозь через стенку обсадной колонны скважины. Благодаря адаптеру вывод водопровода выполняется ниже глубины, на которую промерзает грунт, и при полной герметичности соединения. Разъемных частей в конструкции скважинного адаптера две. Первая — наружная часть. Перед ее монтажом к обсадной трубе требуется подготовить отверстие. Данный конструктивный элемент адаптера встраивается в отверстие через резиновые уплотнители. Для его фиксации снаружи обсадной трубы используется накидная гайка. Вторая часть скважинного адаптера — это внутренняя часть. Она стыкуется с водоподъемной трубой ПНД, подсоединенной к погружному насосу перед его вводом в обсадную колонну скважины. Дальше она опускается вместе с присоединенными к ней трубами ПНД и насосом в скважину подводится к наружной части, ответной части адаптера и соединяется с ней кленовидным соединением, так называемый ласточкин хвост. Для спуска скважину к внутреннему элементу адаптера привинчивается специальная штанга, удерживающая насос с водоподъемными трубами в процессе их ввода в обсадную трубу. Накручивание штанги выполняется в несквозное отверстие с резьбой, имеющейся в верхней части съемного элемента скважинного адаптера. У скважинных адаптеров есть несколько весомых минусов. Первое. Это 30-мм выступ ответной части адаптера внутрь сечения обсадной трубы. Необходимо выбрать диаметр погружного насоса с учетом этого препятствия. Второе. Только одна водопроводная труба на выходе из скважины. То есть напрямую вывести из оборудованной адаптером скважины две отдельных линий водопровода невозможно. Третье. Адаптерная разъемная конструкция годится для установки исключительно при условии небольшой глубины загрузки насоса. Стенка пластиковой трубы скважины недостаточно устойчива к динамическим нагрузкам, воздействующей на нее через адаптер при работе насоса. Может ослабнуть герметичность соединения в конструкции адаптера, либо лопнуть труба в зоне его монтажа. Четвертое. Сравнительно небольшой срок службы резиновых уплотнений. Порядка пяти лет. При стабильной герметичности разъемных соединений между частями скважинного адаптера требуется менять полный комплект уплотнений раз в 4-5 лет. Итак, в каких случаях скважинный адаптер лучше кессона? Это приспособление для водоотведения из скважины стоит в несколько раз дешевле кессона, что мотивирует владельцев дачных коттеджей выбирать именно его. Вариант с адаптером удобен для скважин, сделанных на участке с высоким уровнем грунтовых вод. В некоторых местах грунтовые воды способны выдавить стальной или пластиковый кессон, протолкнув его вверх даже вместе с обсадной трубой. Что касается кессона из бетонных колец или кирпичной кладки, то при высоком уровне грунтовых вод строить их на участке бесполезно. Они будут постоянно затапливаться. Лишь оснащение адаптером, либо пластиковым или металлическим кессоном, установленным долуэтажным образом, позволить обустроить автономный водопровод эффективно при высоких грунтовых водах. В остальных случаях выбирать адаптер для скважины следует, если 1. Глубина погружения насоса не глубже 50 метров. Поднимать, опускать или перемещать массивную связку труб кабеля и троса с насосом, чтобы попасть в крепление ответной части адаптера или чтобы разъединить соединение ласточкин хвост, это тяжелая работа. 2. Скважина кругогодичного использования. Вынимать водоподъемные трубы из скважины осенью, чтобы поставить обратно в конце весны, занятие трудное. Но дело не в этом. Чем реже выполняется размыкание частей адаптера, тем дольше и без протечек прослужат его уплотнители. В обоих случаях крайне важно, чтобы адаптерный вывод водопровода размещался на двухметровой глубине под землей, а подводящие воду трубы тянулись ниже глубины промерзания грунта. Объем кессона достаточный, чтобы расположить в нем полную систему водоснабжения, включая мембранный бак, автоматику давления насоса и фильтры водоподготовки. При этом может понадобиться построение двухтрубной вытяжной вентиляции. В условиях сезонного проживания в загородном доме. Сливать воду из размещенных в кессоне приборов незачем. При правильно выполненном заглублении и грамотно установленном кессоне оборудование в нем зимой не промерзает. Нужно слить только трубы, проведенные от скважины, к водопотребителям. Для загородных коттеджей постоянного проживания полное оснащение кессона приборами не нужно. Достаточно установить в нем лишь оголовок скважины и компрессионные фитинги, смонтировав остальное оборудование в техническом помещении внутри дома. Это упростит обслуживание приборов и тогда кессон чаще одного-двух раз за год открывать не потребуется. Что касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, то технология закладки кессонов для них давно отработана. Это блокирование возможного всплытия креплением к плитной подложке из бетона, заливка снаружи днища с подготовленными грунтозацепами с жидким бетоном, либо обсыпка по краям сухой пескоцементной смесью. Отметим, что выпуск обсадной трубы внутрь кессона правильно выполнять через эластичную муфту, обеспечивающую герметичность кессона при пучении грунта или при выталкивании грунтовыми водами. На этом все. Если у вас остались вопросы по данной теме, оставляйте их в комментариях или звоните по номеру телефона.